Еще несколько лет назад существовала проблема распространенности гепатита А, болезни грязных рук и некачественной питьевой воды. Затем Украину захлестнула волна гепатита С, ласкового убийцы, преимущественно людей, потребляющих внутривенные наркотики. Сегодня самым распространенным гепатитом является тип В, передающийся через кровь. По словам заведующей отделением острых вирусных гепатитов областной инфекционно-клинической больницы Виктории Бондаревой, количество заболевших гепатитом В втрое больше, чем остальными типами, и на сегодняшний день составляет 22 человека. Пятеро поступили в стационар на прошлой неделе. Источниками заражения, по их словам, стали прикмахерские и салоны Тату. Вот сейчас есть больные, которые лечились пиявками или герудотерапией. По идее, пиявки должны утилизироваться от больного. Но, как рассказывает больной, прием идет на дому, принимает врач, и эти же пиявки в ту же баночку и идут другому больному. Также гепатит В передается половым путем. Симптомы заболевания – тошнота, рвота, слабость, боли в суставах, изменение цвета испражнений, возможно, аллергическая сыпь. Установить правильный диагноз можно только с помощью сирологических исследований. Вирус гепатита поражает печень и разносится с кровью по всему организму. Кроме того, что страдает печень, страдают и другие органы, страдает иммунитет. То есть это заболевание всего организма. Это довольно серьезный процесс, с которым потом уже и убрать вирус из организма гораздо сложнее. Учитывая серьезность ситуации, медики настоятельно советуют не пользоваться услугами парикмахеров на дому, не посещать сомнительные тату-салоны. От гепатитов типа А и Б можно сделать профилактические прививки. Любой тип гепатита излечим, но чем раньше начато лечение, тем лучше будет результат, считают медики.